Мурманская областная дума Летом депутаты работали за стенами областной думы Общались с северянами, проверяли прогресс на важных стройках региона Благоустройство в городах и поселках Отслеживали результаты законотворчества в предыдущем сезоне 12 сентября они начали новый парламентский год Сегодня мы проводим первое заседание И на первом заседании мы планируем в первую очередь рассмотреть уточнение в бюджет На этот год появились дополнительные налоговые поступления в бюджет И соответственно доходная часть бюджета будет увеличена в порядке 8,6 миллиарда рублей Расходная часть также будет увеличена на 7,7 миллиарда рублей Из них почти 400 миллионов рублей распределили на спорт и культуру Больше миллиарда на комфортное жилье и городскую среду Миллиард 700 миллионов отправили на здравоохранение Почти полтора миллиарда на образование Здесь большая статья расходов Это строительство нового корпуса Печенской школы Второе Преподаватели, которые стали работать в первой категории, высшей И 30 у нас педагогов, которые имеют высокое звание заслуженные учителя России Будут получать ежемесячно отбавки Это 10, 15 и 20 тысяч Эти деньги тоже надо предусмотреть в бюджете Мы их предусмотрим На плюс, естественно, повышение фонда оплаты на 5,5% Повышение зарплат коснется всех бюджетников, неупомянутых в майских указах президента Оно произойдет 1 октября Точно так же повышается, индексируется размер всех социальных выплат с 1 октября И, как вы понимаете, это, ну, скажем, в полной мере соответствует тем изменениям, которые происходят в нашей жизни И мы понимаем, что не реагировать на них невозможно И хорошо, что есть возможность через корректировку бюджета на текущий год эти моменты отследить, отметить Потому что для людей это действительно реальная поддержка, которой они нуждаются Одна из индексируемых выплат – региональный материнский или семейный капитал К слову, правила его использования депутаты предлагают изменить Сейчас 141 тысячу рублей можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение и лечение детей Покупку средств реабилитации и товаров длительного пользования К ним относят автомобили, бытовую технику и мебель Ремонт Инициативная группа депутатов разработала новые направления Первое – это на приобретение лекарственных препаратов для детей по назначению врача Второе – это на санаторно-курортное лечение для детей Также проезд к месту отдыха, к месту санаторно-курортного лечения и обратно для детей Также сопровождающих их лиц Третье – это технологическое присоединение частных домов к водоснабжению и водоотведению электрической сети И последнее – оплата образования не только детям, но и родителям Мы в Государственной Думе много рассматривали вопросы расширения действия материнского капитала И мне очень отрадно видеть, что одним из, на мой взгляд, одним из серьезных вопросов, которые будут сегодня рассматриваться Это действительно расширение возможности использования регионального материального капитала Пока проект приняли в первом чтении Далее депутаты должны подготовить уточнения и поправки к закону А изменения в бюджет приняты в окончательной редакции Парламентарии обратили внимание, что цены на мазут растут Поэтому денег, предусмотренных на его закупку, оказывается недостаточно Было принято решение, единогласно поддержанным нашими депутатами Обратиться в правительство Российской Федерации А также в Государственную Думу нашим депутатам и Совет Федерации Чтобы они поддержали наше обращение Для оказания нам финансовой помощи в данном вопросе И предусмотреть денежные средства из федерального бюджета Наш бюджет для дальнейшего субсидирования наших теплооснабжающих предприятий Точные цифры пока не называют, так как ситуация на рынке меняется постоянно На первом в этом году заседании Дума провела правительственный час В парламенте выступила министр образования и науки Диана Кузнецова Она представила итоги работы в рамках стратегического плана «На севере жить» и профильного нацпроекта Всем видно, как меняется инфраструктура, содержание образования Мы отремонтировали за 4 года 13 школ, в них 14 зданий Мы открыли точки роста, их сегодня 62 На новый учебный год будет открыто 16 И из особенностей касается то, что новые муниципалитеты вошли в эту программу Прежде всего это город Апатиты, который ранее не имел возможности И зато город сам Северомост Скоро в Александровске откроется IT-куб В Манчегорске появится школьный кванториум В Полярном отремонтируют фасад и крыльцо детского сада Деньги на это выделили в том числе из последних поступлений в казну Осень – традиционная бюджетная пора На своих заседаниях Дума будет рассматривать главный финансовый документ региона на следующий год Александр Клепцов, Максим Чинкин, Борис Савельев, ТВ21+.